Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня мы хотим поговорить, что такое IT-индустрия. Меня зовут Эдуард Рубин, я директор компании Телесенс и Валерий Красовский, исполнительный директор компании Сигма Софтвер. Здравствуйте. Валерий, вот все сегодня говорят, что такое IT-индустрия, такое буквосочетание IT. Расскажи, что это такое, чтобы было всем понятно. На самом деле все очень просто. В IT-индустрии работают в большей степени программисты, люди, которые пишут программы. То есть все, что мы сталкиваемся с компьютерами, программы в магазинах, в кассовых аппаратах, веб-магазины, все, что находится в наших телефонах, это пишут люди, которые закончили учебные заведения и работают программистами, аналитиками, менеджерами. То есть вот это в двух словах. Валерий, вот IT-индустрия, сегодня о ней так много говорят, по той простой причине, что говорят, вот это у нас теперь такая мощная индустрия, что у нас всю тут металлургию надо забыть, сельское хозяйство забыть. А что это вообще в цифрах, что это такое для нашей страны? На самом деле забывать ничего не нужно, но IT-индустрия, вот многие не знают, сколько она генерирует в год денег для Украины в сравнении с металлургией. Металлургия приблизительно 12 миллиардов долларов в год. IT сейчас это 2 миллиарда долларов в год. Не требуется никаких полезных ископаемых, ничего. Это люди, которые учатся в учебных заведениях, потом приходят на работу и пишут программы. Да, это интересно, но а что ты считаешь будущее у IT-индустрии? Какое место она занет, например, в ВВП страны? Я считаю, что на самом деле IT-индустрия растет очень быстрыми темпами. Вы тоже это знаете, мы давно работаем в этом, порядка 30% в год. То есть я думаю, что при нормальном росте, при поддержке, в том числе государства, это может быть та же металлургия буквально через 5 лет. Ну что для этого надо? Для этого нужно учить много хороших людей в хороших вузах. То есть в настоящее время вузы выпускают порядка 15-20 тысяч человек в год, но, к сожалению, из них порядка 25-30% только находят работу. И вот здесь, я думаю, что будет правильно, может быть, вы расскажете тоже о вашем опыте в этом, поскольку я знаю, что вы давно в IT-бизнесе тоже занимаетесь этим. И сейчас больше упор сделали именно на образование, на IT-образование. Да, вы знаете, чтобы мы говорили о том, что наша индустрия должна развиваться, нам нужны рабочие руки. Рабочие руки, которые все это будут выполнять. В свое время программистами могли стать только те, кто заканчивал высшие учебные заведения. Но уже более 10 лет я все время говорю о том, что программистами могут быть просто люди, закончившие техникум, колледж, средне-техническое образование. И здесь я начал этот проект, учитывая, что я преподаю в Харьковском политехническом университете, доцент, кандидат наук. И взял попробовать, как можно наше образование перевести из старого непонятного чего в бизнес, из государственного колледжа. И вот уже три года мы занимаемся этим вопросом. То есть мы работаем над тем, чтобы действительно выпускать хороших специалистов. И вот я сегодня у нас приемные экзамены. И я вам скажу, что такого конкурса не ожидали ни одни из моих преподавателей, никто в КПИ. И даже в Харькове мы сегодня впереди, потому что 10 человек на место, это достаточно серьезно. Ну это очень здорово. На самом деле у меня вот друг еще в 90-е годы уехал в Америку, не окончивший КПИ, кстати, у него было не окончено высшее. Пошел там на курсы двухгодичные, программистов. И потом пошел в банк работать, получать очень серьезную зарплату. Возможно ли это в Украине? Возможно ли решить частично, может быть, проблему безработицы, занятости людей таким образом, быстрым обучением? Смотрите, вот с этого года мы начинаем очень хороший проект. Я в марте был в Германии и смотрел, что такое дуальное образование. Дуальное, да? Это двойное, значит, ты учишься и работаешь. Немцы в этом, немцы уже где-то лет 30 имеют такой опыт. И вот я приехал туда, изучил. И вот с 1 сентября мы начинаем такой эксперимент в Харькове. Что это значит? Это значит, что ребята 3-4 курса будут обучаться в понедельник и субботу, а вторник, тогда четверг и пятница будут работать. При этом получают зарплату, все как положено. То есть они, заканчивая колледж, уже будут специалистами, работая непосредственных компаний. А в Германии они будут работать? Вы говорите, что это как-то с Германией связано или стажироваться там? Вы знаете, когда я был в Германии, спрашивал у них, а как чтобы ребята здесь научились? Они говорят, конечно, у нас есть такой проект. Я сейчас задумался о том, чтобы мы вместе с немцами, то есть мы там в переписке состоим, чтобы ребята наши отсюда ехали в Германию продолжать учебу и работать по такому же принципу. А вы не боитесь, что будет опять тот самый отток мозгов, который был в 90-е, что люди просто поработав, поучившись там, не захотят возвращаться в Украину? Вы знаете, моя задача, как директора колледжа, это научить сделать людей профессионалами. Задача государства обеспечить то, чтобы этот человек захотел вернуться в это государство. И очень важно, представьте себе, у нас колледж не только программистов выпускает, мы выпускаем специалистов по станкам с числовым программным управлением. Мы договорились о том, что студенты смогут поехать в Германию, работать на Мерседесе, на Фесто, на Порше. Представляете, кто-то к нам вернется? Это же будут просто профессионалы. Главное, чтобы они вернулись. Да, но теперь задача построить в стране такую ситуацию, чтобы людям было интересно возвращаться. Специалистов будем готовить. И что очень важно, то, что мы открыты. Вот эксперимент, который мы проводим по дуальному образованию, я думаю, что в следующем году мы сможем его распространить, рассказать всем, как это все делается, потому что это важно и нужно сегодня нашей индустрии. Эдуард, вот такой вот вопрос. На самом деле, в принципе, к сожалению, не всем еще это понятно. Раньше был такой вот, ну не миф, но все родители старались отдавать детей, учиться на медиков, юристов. Сейчас их очень много. И вот сейчас есть, ну, по крайней мере, у меня, у нас, вот все, кто работает в этой отрасли, четкое ощущение, что если у детей есть желание, вот действительно работать с компьютером, в компьютерной отрасли, то нужно туда именно отдавать. Вот в какие вузы вы бы посоветовали отдавать детей? В принципе, если ребенок действительно хорошо знает математику, если ребенок стремится к этому, то есть в каждом городе сегодня, в крупном городе, есть 2-3-4 вуза, где можно получить образование. Ну, Харьков, это, естественно, ХПИ, это ХАИ, это Инжек, это ХИРЭ, это университет государственный центральный. То есть все это, что-то есть в Киеве, тут тоже КПИ, университет, Львовский политех. То есть много вузов, куда нужно идти. Но можно дождаться, когда он закончит школу, идти, а можно, например, прийти в колледж, в техникум и уже начать сегодня работать. Потому что высшее образование, чтобы работать просто программистом, не нужно. Нужно просто научиться программировать. А захотел там уже быть аналитиком, захотел там уже быть архитектором, там тебе нужно уже высшее образование. Поэтому родители должны понять, что, или ребенок должен понять, что он хочет в своей жизни и куда он должен идти. На самом деле это очень похоже, по-моему, на западную модель образования, когда люди в любом случае всегда идут во что-то вроде техникума, а потом уже кто хочет, дальше получает высшее. Это очень важно, почему? Потому что колледж, везде мы смотрим фильмы, он поступил, ребенок в колледж, в Германии или в Америке, ну, все это престижно. У нас же люди считают, что колледж, это полная катастрофа, значит, ребенок, ну, дебил. А ПТУ вообще тут не говорят, там еще это куда-то полный отстой. Надо поднять, изменить отношение колледжа, а изменить отношение среди технического образования. Я думаю, что это, если будет принят закон о высшем образовании, я думаю, что это будет постепенно меняться. Ну, вот то учебное заведение, которым вы руководите, это именно вот по типу колледжа западного? Я строил его как западный колледж, именно для того, чтобы он стал действительно современным. И что самое важное, я хочу показать, что это доходное, потому что я подошел к нему как к бизнесу. Мы получаем на входе сырой материал, на выходе должны получить специалиста. Все, мне платят родители, чтобы обучить студента, только по контракту, да, платят государство, потому что им нужны специалисты, и платят бизнес в качестве спонсорской помощи, потому что он хочет получить от меня профессионала. На самом деле, это отличная идея. Недавно премьер-министр даже сказал, что не нужно стыдиться признавать, что государство зачастую бывает плохим управленцем. Почему бы не отдать действительно то, что плохо управляется, в руки бизнесменов, которые знают, чем этим управлять. И в связи с этим, я тоже думал, мы обсуждали с вами, что действительно не хватает нам для того, чтобы нормально развить IT-отрасль в Украине, какой-то ответственности, может быть, каких-то прав, чего не хватает. Вы знаете, если посмотреть сегодня на структуру нашего Кабмина, мы видим тяжелую промышленность, какие-то промышленности, которые с прошлой жизни. У нас нет, например, министерства частного бизнеса, у нас нет IT-министерства. Тот, кто бы лоббировал, в хорошем смысле этого слова, лоббировал бы IT-индустрию. Почему? Много проектов в образовании, много проектов в законотворчестве, но нет центрального какого-то органа, который бы это помогал. И так мы говорили, что было бы неплохо сделать новый эксперимент, создать частное министерство. То есть, нам не нужны деньги от государства, IT-индустрия готова самостоятельно финансировать такое министерство. Единственное, что нам нужно, это те права получить вход в Кабмин, чтобы мы могли действительно правильно все это лоббировать. Я думаю, это идея, которая возникла у нас буквально недавно. Я думаю, что немножко ее пообсуждав, можно к ней прийти, и она будет иметь хорошие перспективы. Я вообще считаю, что это очень здорово, потому что, на самом деле, опять же, если вернуться немножко к цифрам, то есть, я говорил изначально, 2 миллиарда долларов сейчас в год приносит IT, 12 миллиардов – металлургия. В Индии, где этим вопросом озаботились еще в 90-е годы, была очень серьезная поддержка государства, в результате сейчас в год IT-индустрия приносит порядка 90 миллиардов долларов. Это, наверное, 80% ВВП Украины. Да, мы специально ездили в Индию, смотрели, как работает вообще вся эта индустрия индийская, и поняли, что индусы, они еще в 80-х годах задумались над этой темой, и пошли с ней очень хорошо вперед. Сегодня специальные подразделения полиции ходят по деревням и заставляют детей учиться, заставляют родителей, чтобы детей послали учиться, потому что, говорит, нам в армии программистов нужны люди. Там у них своя нацгвардия, так сказать, айтишная. И, вы знаете, оно дает свои плоды, потому что сегодня, если говорят, Индия, Индия – хорошо. А вот какие-то вы для колледжа своего переняли какой-то опыт после поездки в Индии? Как они подходят к обучению людей перед работой? Да, вы знаете, это очень интересная технология. Они обучают их в школах, специальные программы. Потом у них те же самые колледжи. Потом у них есть университеты. И после этого у них есть, прямо на фирмах, у них есть специальные университеты. Но надо посмотреть, чем отличается Индия от Украины. В индийской компании – это так, 10 тысяч человек – это такая маленькая компания, которая даже никому не известна. То есть компания – 100 тысяч человек, 200 тысяч – это города. Да. Поэтому нам, конечно, с ними тяжело общаться. Но все-таки мы создаем свои курсы. У нас в каждом городе есть какие-то курсы, где несколько компаний собираются и что-то делают. Вот я, кстати, думаю, что было бы интересно, опять же, в сравнении телезрителям узнать о том, какие размеры IT-компании у нас. Ну вот я вам скажу, что у нас самая большая компания – это где-то от 2 до 3 тысяч. А вот во Вьетнаме, я знаю, там есть компания – 15 тысяч. Но это все зависит от количества людей. Но я бы хотел затронуть немножко другой вопрос. Потому что все говорят, что IT-индустрия – IT-индустрия. А вот IT-индустрия, вот у меня всегда есть такое, ты, каштанка, супротив человека, все равно, что плотник, супротив столяра. То есть это значит, там так много всего, и все сегодня говорят «аутсорсинг», такое слово интересное, или «продуктовая компания». И вот там выступает министр, говорит, аутсорсинга не должно быть, у нас должны быть все продуктовые компании. Вот как вы к этому относитесь? На самом деле наша компания… Что это такое вообще? Наша компания во многом, можно сказать, аутсорсинговая. Во всем мире это называется консалтинговая компания. То есть мы на самом деле разрабатываем продукты. И большинство, если не все аутсорсинговые компании, разрабатывают продукты просто для клиентов, которые находятся в основном в Европе, в Соединенных Штатах. То есть продуктовая компания, это у которой, как бы вы прекрасно знаете, у вас есть, у вашей компании есть продукт, компания, у которой есть свой продукт и есть права на этот продукт. Мы разрабатываем продукты просто чужие. Но это совершенно нормальный путь, когда люди говорят, что нам не нужен аутсорсинг. То, что это недальновидно, это даже слабо сказано, потому что эта база, это основа, за счет чего вообще может потом зарождаться какие-то знания у людей для того, чтобы, собственно, делать потом продукты на рынок. Вот я думаю, что у вас тоже есть что сказать по этому поводу, за счет того, что вы разрабатываете продукты. Это очень важное замечание. Напоминаю, что еще раз, может быть, аутсорсинг для тех, кто не понял, что аутсорсинг это когда какая-то фирма на Западе заказывает у вас что-то сделать. И вот вы делаете, это называется аутсорсинг. Так вот, компания TeleSense и много компаний еще в Украине, которые начинали именно с этого, которые работали на заказ другой компании. И вот проходит время, и эти компании уже научились работать, потому что надо научиться выпускать продукты. И сегодня компания TeleSense занимается чем? Выпускает собственный продукт тяжелый. Сегодня все телекомы Украины, Казахстана, во Вьетнам мы дошли, то есть покупают наши продукты. Вот это очень важно. Не надо регулировать, кому заниматься аутсорсингом, а кому заниматься продуктами. Это все происходит шаг за шагом, все происходит тогда, когда нужно, когда подойдет к этому времени. Я думаю, здесь важно на это очень обращать внимание. Я хотел еще добавить вот со своей стороны, что наша компания Sigma, мы делаем вот опять же аутсорсинг, которым не нужно заниматься. Веб-магазин, в который люди заходят со всего мира, которые хотят купить запчасти для яхт Volvo, для двигателей Volvo, которые стоят на яхтах, они заходят и пользуются программным обеспечением, которое мы разработали в своей компании. И что, этим не нужно заниматься? Это настолько серьезные знания. Я думаю, что здесь, Валерий, у наших зрителей мало людей, которые ищут покупку двигателей. Я могу сказать, что именно для того мы и работаем на будущее. Может быть, это был плохой пример, но опять же могу привести более приземленный пример. Это покупка билетов на железную дорогу. Тоже мы делали этот софт. Сегодня мы все встречаемся, чтобы все могли понимать, что IT-индустрия, это значит, что сидят программисты, которые там что-то делают, и мы этого ничего не видим. Вот сегодня то, что хотят даже сделать, это электронное правительство. Это то, что сегодня необходимо, которое сегодня уже во всех цивилизованных странах, европейских странах все это создано. Это когда я, сидя там дома, мне вдруг понадобилась справка из ЗАГСа. Да, вот простое. Ну, о моем копии свидетельства о рождении. И мы сегодня должны куда? Пойти в ЗАГС, поставить нам очередь, чтобы платить там деньги, чтобы там что-то сделать. И ждем этот месяц. В Германии заходишь на сайт, набираешь свое имя, говоришь, мне нужна справка, платишь 10 евро, и тебе по почте присылают эту справку. Все, все очень просто. Это вот маленькое, потому что все говорят, что такое электронное правительство. Я хотел подойти вот из таких мелочей, потому что дальше это уже все выходит на гораздо больший уровень. Но это все части электронного управления государством. Поэтому все, кого мы сегодня обучаем, это все вот ребята, которые здесь, которые учатся, которые будут создавать в будущем все это электронное правительство. Мы говорили еще о количестве людей в компаниях. Мы затронули такую тему. И как вы считаете, должна быть компания большой или маленькой? Или от чего это зависит? На самом деле, компаний много самых разных. И каждый человек выбирает, где работать. В маленькой компании приятнее, ну не то, что приятнее, просто более такая вот уютная атмосфера. Все друг друга знают, все сидят вместе, работают, куда-то ходят. В большой крупной компании больше возможности работать на каких-то серьезных, больших, крупных заказчиков, таких как Volvo, другие. Поэтому, в общем-то, разницы, конечно, никакой нет. И в индустрии будут и те, и другие, и большие компании. И здесь вот есть момент, о котором мы не сказали, но мне кажется, он очень важный. Это вот отдавать детей учиться программистам. А найдут ли они работу? У нас сейчас, вот насколько я знаю, вакансий порядка 4-5 тысяч незакрытых на Украине. Это значит, что прямо сейчас можно принять на работу 4-5 тысяч человек немедленно. Это в то время, когда у нас еще в стране не самые лучшие времена? Совершенно верно. Даже сейчас все равно есть заказы, все равно есть работа. Но, конечно, сейчас стало немножко сложнее с тем, что если раньше можно было больше принимать на работу у младших программистов, людей, которые только закончили ВУЗ, мы и сейчас это делаем. Но сейчас, может быть, в меньших объемах, как раз за счет того, что требуются сразу подготовленные люди. Но на самом деле это вопрос в желании человека. Если человек хочет, приходит, начинает работать и очень многого добивается. Ну, по жизненному опыту знаю, да и многие, кто хочет работать, все работают. Это точно. Причем в любой отрасли. В любой отрасли. На самом деле. Я хочу сказать, что все говорят, да, программист. Он может работать в любой точке земли. Он может поехать в Америку, в Германию, в Россию, в Казахстан. Сюда есть работа. И, знаете, у меня у нас там офис во Вьетнаме, и там очень много ребят из бывшего Советского Союза, которые там работают во Вьетнаме, и их очень ценят за их знания. Но также мы готовим специалистов в колледже по ремонту и изготовлению станков с числовым программным управлением. Это тоже, в принципе, айтишники. Я стараюсь объяснить, просто это промышленная айти. И что очень важно сегодня понять, что эти специалисты тоже нужны по всему миру. То есть то образование, которое сегодня приходит, оно приходит настолько глобальное, что человек может учиться, научившись здесь, может работать по всему миру. Это является глобализация, глобализация в образовании. И очень важно понять, что это то, куда сегодня надо стремиться. Если вы видите в этом образовании, которое идут родители, дети, что оно будет востребовано везде, то, пожалуйста, идите туда и поступайте. А вопрос о том, что вот уехал со своей страны, приехал со страны, сегодня миллионы японцев работают в Японии, в Америке, в Европе и в Америке. Американцы работают в Австралии, в Украине, еще где-то. Мир глобальный, он поучил. То есть это не значит, что кто-то любит свою родину, а кто-то не любит свою родину. Не в этом дело. Просто то, что ты можешь уехать и приехать, не боясь вернуться. Вот этого мы должны достичь. Совершенно верно. Но я считаю, что Украина имеет очень серьезный потенциал стать одной из передовых, на самом деле, стран войти и обогнать все те страны, которые уже, так сказать, вкладывают. Ну, разве что Индию, я думаю, что мы вряд ли догоним. Там у них население намного большее, чем мы столько программистов не подготовили. Я хотел бы еще немножко добавить. У нас все говорят, вот в Индии плохие программисты, они там плохо пишут. Ну, хочу сказать, что в Индии хороших программистов столько, сколько у нас население в стране. Поэтому там действительно. Но очень важно, что ложкой дегтя можно испортить бочку меда. Я всегда стараюсь о том, чтобы, когда мы работаем с нашими клиентами, мы всегда стараемся сделать хорошо. Вот мы на наших ассоциациях, на встрече стараемся говорить о том, что мы должны нашим клиентам делать всегда очень хорошо и правильно. Почему? Потому что если кто-то из нас сделает неправильную работу, сделает ее плохо, это значит, что к нам больше сюда не придут инвесторы. Они придут. У нас сейчас стабилизируется, они будут сюда идти с тем ростом, который был, и с тем, который есть сейчас. Мы уверены, что все будет у нас хорошо. Я полностью согласен, знаю не понаслышке. Наш большое количество заказчиков находится в Швеции, они очень поддерживают Украину в это нелегкое время. И очень хотят, чтобы мы развивались. Ну, наша передача подходит к концу. Я хочу поблагодарить Валерия. Спасибо, Иван Бадуар. О том, что мы так хорошо поговорили. Я надеюсь, что зрителям понравится. Может, услышим все результаты, отзывы от них на Фейсбуке или здесь, на Первшем канале. Я думаю, что мы еще где-то продолжим. Может быть, мы узнаем, что хотели бы еще люди услышать и поговорим на эту тему. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова